Пришла я с магазина Доброцен. Он у нас в Саратове находится на улице Проспект Строителей, дом 1. Что я там приобрела? Сырный соус взяла к рыбе. Цена на него 49,90. Рика. Перец черный молотый. У меня как раз закончился. И сейчас с вами как раз по баночкам рассыпем. 50 грамм. Черный перец у нас 14 рублей. Там стоит за 50 грамм. Состав перец черный молотый. Все, больше тут ничего нет. Затем я взяла кавказские травы. Эстетика вкуса. Без соли, без глютамата и без ароматизаторов. Просто кавказские травы. Что у нас здесь входит? Базилик, петрушка, укроп. Ну, короче, все такое. И цена на него у нас 9 рублей 90 копеек. Вот за этот пакетик. Потом решила попробовать вместе с вами пюре из яблок и бананов. Там было два вида. Пюре из яблока и бананов. И просто из яблок. Зареченский продукт. 350 грамм. И цена у нас получается... Сейчас я по чеку посмотрю. 49,90. Ну, 50 рублей за баночку. 350 грамм. Я думаю, это и не дешево. Все говорят, что доброцент там дешевый. Ничего не дешевый. 50 рублей за баночку. Это обычная цена. Затем решила попробовать. Знаю, что такие вафельные рулеты очень вкусные. Они, вот эти рулетики, пропитаны сгущенным молоком. Со вкусом и ароматом сгущенного молока. Ну, со вкусом. 400 грамм. И цена 79,90. Я решила купить. У меня мужчины сластен. Но я, конечно же, попробую. Производитель у нас кот Федот. Так, а производитель это у нас... Город какой? Не вижу я здесь города. Без ГМО. 12 месяцев. А производитель, девочки, сейчас... Не знаю, не вижу я, где здесь написано. Ладно, бог с ним. И взяла рыбу, которая у меня начинает уже подтаивать. Так, называется эта рыба у нас... Пангасиус. Пангасиус. Мороженое, филе. Вес 1 килограмм. 14 грамм. И тоже это у нас здесь... Срок годности и условия хранения 12 месяцев. Состав, ну, рыба. Расфасована по заказу. О-о-о. Чего-то тут еще. Так. И цена на эту рыбку... Я хочу ее просто вместе с вами пожарить. Посмотреть, что за рыба стоит ли покупать. И вытянула рыбку у нас на 232 рубля. 232 рубля. Так, давайте я сейчас немножечко места тут освобожу. И мы вместе с вами развернем эту рыбку и посмотрим, много ли льда. Вообще рыбу не собиралась брать, так как у меня сегодня на ужин мясное блюдо. Но очень хотелось вместе с вами посмотреть, стоит ли не стоит брать. Как бы покупателю интересно будет заходить, не заходить, доброцент. Так. Это у нас пангасиус. Он такой, знаете, сухой заморозки. Нет здесь льда. Вот льда нет. Знаете, как бывают такие вот пласты с одной стороны и с другой стороны. Лед. Здесь все нормально. Посмотрим, как будет жариться. Вот такие вот две пластиночки. Без костей, без всяких кишочков и голов. Сейчас разморожу и вместе с вами пожарим, посмотрим. Так, ну что, попробуем яблочный продукт, яблочное пюре. Цвет у нас здесь получается, мне кажется, больше банан. И на вкус, ну, в меру сладкий. Мне не понравился. Нет. Знаете, напоминает что-то в откусе, как будто крахмал. А давайте посмотрим, что у нас в составе этого пюре. Мне не понравился. Так, производитель у нас Пензенская область, город Заречный. Заречный, Девочки и мальчики, привет! Хранить 24 месяца. Состав. Яблочное пюре, банановое пюре, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота. Не знаю, но мне прямо на вкус, как будто здесь крахмал. Скорее всего, наверное, из-за банана. Ну, я так думаю. Ну, мне не понравился. Я бы такую не купила повторно. Хотя ничего там плохого нет. Затем давайте откроем и проверим на вкус соус сырный. Вообще, соус сырный, такие вкусные штучки. Можно делать с ним, добавлять куда-нибудь. Ну, по цвету, да, он сырный. На вкус горчица с майонезом, допустим. Что-то наподобие этого. Ну, нормально, можно. Можно, девочки, это можно. Теперь мы откроем с вами, откроем вапли, рулетики. Я вообще знаю, что они очень вкусные. Невского производителя. Невский производитель, это у нас Санкт-Петербург. Вот в такой упаковке здесь в два ряда. С одной стороны два ряда, с другой стороны два ряда. Можно, в принципе, и так оставить, но я в такой упаковке не оставляю и всегда выкладываю. Посидеть, похрустеть. Но сейчас мы с вами вместе и похрустим. Наливайте себе чай, кофе. Возможно, кто-то вообще просто молоко любит. Давайте попробуем. М-м-м, да. Девочки, да, это вкусно. Это серьезно вкусно. То, что я и думала, то, что я и пробовала. Так, это я убираю. Так, ну и у меня есть вот такие вот баночки из магазина Фикс Прайс. Я специально покупала манявки. Здесь можно написать, что вы сюда помещаете. Я их уже помыла. У меня есть много различных трав, поэтому в одной из баночек я размещу кавказские травы. В принципе, у меня очень много различных приправ. Ну как очень, достаточно для меня. Много я не хочу приправ, так как могу многими и не пользоваться. Сейчас просыплю что-нибудь обязательно. Так, все, по-моему, все. То, что просыпала, конечно же, я уберу. Так. Так, вот закрываем. Сейчас покажу, куда я разместила баночки. Я их поместила в другое место уже. Здесь перца много, черного. А у меня закончился. Так. А этот я закрою и уберу. Закрываю вот такими прищепками и убираю наверх. Там у меня, получается, небольшие запасы. Но совсем-совсем небольшие. Так, вот две баночки. И подпишу, что у меня здесь находится. Давайте покажу, где у меня сейчас находятся банки. Открываю я здесь шкафчик. И у меня прям под рукой находятся баночки. Вот эти вот малышки будут стоять стоя, потому что никак здесь не разместить их по-другому. И буду вот сюда вот наклеивать стикерам названием приправ. Мне показалось, это удобно. Девочки, подскажите, как вы думаете, удобно или нет? Здесь вот у меня пустые две, их нужно досыпать. А так, ну, не знаю. Мне кажется, хорошо. До того, как я их переложила в выдвигающийся шкафчик, у меня здесь стояли специи, вы видели. Здесь у меня были баночки с крупой. Сейчас я все изменила. Здесь у меня стоит прозрачная посуда. Кружечки для кофе без ручки. Стеклянные чашечки для чая и кофе. И стаканчики для холодных напитков. Здесь стаканы, ой, чашечки для чая, мед. Сверху три вида кофе. И как раз по соседству здесь находится у меня чай-кофе. Вернее, чай. Я вас обманываю. Чай. Здесь крупы. И вот сверху у меня стоят бокалы, которыми редко пользуюсь. Вот туда бы я еще поставила баночки. Баночки я бы, ну, что-нибудь бы разместила. У меня есть что засыпать в баночки. Почему я этим баночкам отдала предпочтение в магазине Fixed Price, девочки? Во-первых, в Валенте я видела дороже банки. Ну, такие же, без каких-либо узоров, без каких-то там крышек винтовых. Вот, похоже очень, видела такие же баночки. Похожие такие. Похожие баночки, похожие. Они были дороже. Были и высокие, и пониже, и поменьше, и поуже, и пошире. Разные. Но вот эти банки мне почему понравились? Потому что они, девочки, легкие, очень легкие. Банка сама ничего не весит, но плюс немного крупы. Крупы я впрок не покупаю. Вот у меня закончилось, и я пошла купила. У меня мешочки или большие контейнеры не стоят с крупами. У меня вот это прям замечательно. Так что, баночки я бы еще бы прикупила. Но не знаю, я когда заезжала делать вам обзор в магазины FixPrice, а банки разобрали. Остались, знаете, только на 2 литра. Но 2 литра, это, конечно, круто. Круто. Но их куда-то нужно по высоте поставить. Если у кого-то позволяют, то да. Но и цена на них была 299 рублей. 300 рублей. Одна банка тоже как бы не бюджетненько совсем. Но если надо, то почему нет? Вот эти вот банки стоили у нас по цене 149 рублей. Ну, мне они очень понравились и были очень нужны. Еще были вот такие вот малышки такого же дизайна. Но мне не нужно, потому что у меня вот эти есть прелестные баночки. Магазин FixPrice. Они классные. Вот они, знаете, почему классные? Потому что они маленькие, они легкие. И были вот такие вот похожие. Они тяжелые. Ну что, жарим рыбу и смотрим, что у нас получится. Рыбка готова. Жарилась рыбка хорошо, не разваливалась. Не имеет посторонних запахов. Я вам советую эту рыбку купить. Да и при покупке она имела свежий вид. Свежий, но замороженный. Льда не было. Поэтому мне рыба понравилась. В следующий раз обязательно куплю. Вам советую. Надеюсь, что мое видео было для вас полезно, интересно. На этом все. Пока-пока. До завтра. Так как у нас каждодневное видео. Участвуем в конкурсе. Тут на рыбу.